Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход». Добрый вечер, добрый день. Это программа «Ищем выход» в студии телекомпании радиостанции Ольга Бычкова. Прошу меня простить сразу за мой простуженный голос, обещаю справиться. Сегодня мы хотели в этой программе подводить итоги нулевых. И оказалось неожиданно, что буквально с первых дней и даже минут нового десятилетия уже нужно начинать строить прогнозы. Сегодня у нас в студии публицист Валерия Новодорская. Добрый вечер. Добрый, если вечер добрый. Ну, сейчас поговорим. Член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников. Добрый вечер. Здравствуйте. Позвали мы Илью Яшина, который обещал прийти, но как-то вот 31 декабря такая вот незадача загремела на пять суток. Был арестован на санкционированном митинге. Позвали мы Михаила Шнейдера, ответственного секретаря Федерального полиции Совета Солидарности, который сегодня вышел пикетировать на юге Москвы в поддержку тем, кто был арестован 31 декабря. Михаил Шнейдер был сегодня задержан, но буквально вот короткое время назад, перед самым нашим эфиром, успел все-таки выйти и приехать к нам. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, Михаил Шнейдер, ответственный секретарь Федерального полиции Совета Солидарности, не директор гимназии. Поскольку ты вырвался вот только что из самой гуще событий, расскажи, что сегодня происходило. Ну, день сегодня начался удачно. Нам удалось провести одиночный пикет около мэрии Москвы, напротив мэрии у памятника Юрию Долгорукому. Милиция, как всегда, отнеслась к нам достаточно лояльно. Выяснили, до которого часа им здесь нас охранять. Я сказал, что до часу дня, и дальше мы переезжаем на другое место, к спецприемнику номер два, где, значит, содержатся Борис Немцов, Яшин Илья, и Эдуард Лимонов, и Константин Косякин. Это вот то, что на Нагорной? То, что на Симферопольском бульваре дом 2Г. Да, да. Вот мы туда сегодня приехали к двум часам, встали напротив как раз окна камеры, где, значит, сидел Илья Яшин. Кстати, в камере у него он говорит, что думал, что поселит их вместе там либо с Немцовым, либо там с кем-то из политических, но сказал, что, значит, сидит с простым народом и плюс примкнувший к ним англичанин почему-то. И мы стояли нормально, у нас все было хорошо, замечательно. До, где-то до 20 минут третьего, пока на горизонте у меня появился милицейский полковник, который, значит, сказал, подошел к нашей группе, у нас было где-то человек 15-16, подошел к нам и сказал, что мы нарушаем общественный порядок. На вопрос, в чем это заключается, он говорит, вы мешаете проходу граждан. Ну, тогда я попросил людей, чтобы мы действительно не загораживали проход, хотя граждан там не было, потому что люди все продолжают Новый год отмечать. Мы встали в линеечку вдоль тротуара, ему опять это не понравилось, и мы тогда договорились, что мы пройдем просто к автобусной остановке, уж там точно на автобусной остановке люди стоят и ждут просто автобусов. Через какое-то время, значит, вроде бы он успокоился, этот милицейский полковник, он даже не представился, потом выяснилось, что фамилия его Гавриков. Вот этот господин Гавриков, значит, оказывается, что он вызвал автобус с ОМОНом. А сколько у вас там было человек? В общем, в общей сложности, там было несколько разных кучек, вот та кучка наша, самая большая кучка, которая стояла, сидела на остановке, это где-то человек 15, наверное, у нас было. Вот подъехал автобус с ОМОНовцами, ОМОНовцы вылезли, и, значит, офицер милиции, который подошел, значит, сказал, окружайте эту группу и, значит, заводите ее в автобус. На вопрос, мы задали вопрос этому, значит, полковнику милиции, зачем мы туда должны заходить в этот автобус? Он говорит, ну вы же ждали автобус на остановке, вот он за вами приехал. Вот такая вот шутка у сотрудников милиции нынче. Ну а дальше нас привезли в отделение Нагорной, в отдел внутренних дел, и там вот где-то несколько часов продержали. Так что я сегодня жену даже не успел проводить. С дочкой они уезжали к бабушке, я их не смог проводить на поезд. — Понятно. А что происходило 31 декабря? Никто не понимает, что там было. 31 декабря, в общем, вот из солидарности с арестованными, задержанными в тот день, куда вы ходили сегодня на Симфероборский бульвар. — Ну да. У нас, значит, был плакат сегодня. Нет милицейским фальсификациям свободу Немцову, Яшину, Косякину и Лимонову. Вот как раз этих людей, эти люди были сначала задержаны, а потом оставлены на Новый год. Это впервые вообще в истории, по-моему, Новой России, когда людей оставляют на Новый год в камере, в ментовке, и они там неизвестно, что делают до суда. — Но они были задержаны во время санкционированного митинга. — Совершенно верно. — А как доказывать то обстоятельство, что они участвовали в санкционированном, а не в каком-нибудь другом, например? — Ну, вообще, если говорить уж точно, то Лимонов-то вообще не был задержан на митинге. — Лимонов только вышел из дому. — Он только вышел из дому и тут же начал ругаться матом. Как известно, у нас в политике, выходя из дому... — Он начал или так написано? — Да, так написано, да, в протоколе. Значит, видимо, наши политики, выходя из дому, видя, что вокруг них происходит, они тут же начинают ругаться матом. Видимо, так думает милиция. — Я по другой версии прочитала, я сегодня где-то в блогах, он выкрикивал «С Новым годом». И при этом нецензурно выражался. — Или это Немцов выкрикивал «С Новым годом». — Нет, это Немцов, Немцов, да, Немцов выкрикивал лозунг «С Новым годом», да. Вот, значит, Константина Косякина задержали прямо на выходе из метро. То есть он вообще не успел никого ни к чему призвать. Он выходил из метро, видимо, наверное, он бы стал призывать людей, я не знаю, но его заезжали так же, как Лимонова, превентивно. А Илья Яшин и Немцов, они действительно были на согласованном митинге на Триумфальной площади. Потом они замерзли, они выступили, замерзли. Яшин вообще выступал там в одной рубашке, как вы помните. И, значит, они решили отправиться дальше праздновать Новый год. Потому что времени уже было, ну, там где-то в районе 8, наверное, начало 9-го. Или там около, ну, где-то в районе 8 часов. — Короче говоря, они решили свернуть. — Они решили не ждать окончания митинга и решили пройти к машине, чтобы сесть в машину. Немцов был с дочкой, с подругой дочки. И они решили поехать просто вот дальше. — Ну, понятно, да. — Ну, а милиции... — Ну, дальше милиционерам это не понравилось. Они решили их загнать обратно на согласованный митинг. — Я пропускаю что-то? Или мне действительно правильно кажется, что это что-то новенькое, когда задерживают на санкционированных мероприятиях, Валерия Ильинична? — Это более чем новенькое. В советское время, естественно, никаких акций не было, не согласованных, кроме Первомайской и Октябрьской демонстрации. Не согласованных. Могу себе представить. Приходит диссидент в ближайший раздел КГБ и говорит, вот уведомление, хочу провести антисоветскую акцию. — Под лозунгом «Долой КПСС». — Да, под лозунгом «Долой КПСС». Но как только началась перестройка и углубилась достаточно для того, чтобы возникла площадка для митингов в Лужниках, то всё выстроилось очень чётко. Пожалуйста, согласовывай акцию и иди в Лужники. Там тебя никто не увидит, не услышит. Будешь прославлять перестройку и демократию сколько угодно. Ну, трибуны пустые, разве что во время футбольного матча это всё устраивать. Не хочешь? Вот демократический союз наш не хотел. На пушку несогласованная акция. Ну, здесь не прогневайся. Кстати, законодательство было очень чёткое. Они довольно быстро приняли дополнение в административный кодекс и чётко написали, честно, по крайней мере, чтобы все знали, что за несанкционированный митинг организаторам полагается 15 суток. Но у них тоже была привычка задерживать превентивно. Мы по крышам уходили буквально, дома не ночевали. Я однажды по собственному чердаку уходила к пятому подъезду последнему от их машины, от наружки, и на меня голуби нагадили. И не только на меня. Но здесь было так. Если тебя задерживают до, никто тебе никаких суток не даёт. Держат там до конца акции и потом выпускают. Так же, кстати, как и диссидентская акция на пушке со сниманием шапок. Предупреждали. На площадь не ходите, проведёте вечер не в лучших обстоятельствах. Если доходил и снимал шапку, ну, уволакивали, держали вечер. Если не доходил, перехватывали по дороге, тоже держали вечер. Но потом выпускали даже в советское время. А здесь, здесь согласились... У вас какое объяснение к тому, что происходит? Это достаточно ново. Чтобы людей, арестовывая у подъезда, да, Лимонов мой враг, удальцов тоже, и не только мой. Я полагаю, рода человеческого. Но даже Франко говорил, что врагам полагается закон. Право оно существует или для всех, или не для кого. Если Лимонов не дошёл ни до какого несанкционированного митинга, его забирать нельзя. Я, например, не была уверена, что я сегодня сюда попаду. У моего подъезда тоже можно ругаться матом в полном одиночестве. Не знаю, попаду ли я домой. Теперь никто не может быть уверен, что он доедет домой или спокойно выйдет из дома. Что его не прихватят заранее. Я думаю, что первый вывод у нас в программе называется «Ищем выхода». Следующей акции больше согласовывать не надо. За несогласованную акцию дают столько же. Знаете, за одного согласованного, а двух несогласованных дают. Дают столько же, больше 15 суток не дадут. Не надо унижаться, подавать им уведомления. Раз они сами нарушили вот этот водораздел, перешли между согласованностью и несогласованностью, значит, они отвергают цивилизованный порядок проведения акций согласно статье 31. Алексей Мельников не согласен. Второй вывод. Немедленный распуск общественной палаты. Самороспуск. Все, кто называет себя правозащитниками, встают и выходят. И это не только, конечно, из-за того, что случилось с Борисом Немцовым, но и из-за того, что случилось с Михаилом Ходорковским. Дальше делать вид, что нужно сотрудничать с властью, это не имеет смысла. А почему вообще все это произошло? Вот когда Ольга мне даст слово, я вам подробно расскажу. Сейчас, продолжим. Алексей Мельников, вы как-то скептически так реагируете? Ну, я считаю, что тема нашей программы сегодня завершение нулевых. И вот этот очень печальный итог. Мы можем по истечении 20 лет посмотреть, во что превратилась наша система. Во что она эволюционировала? От чистых, светлых лозунгов эпохи перестройки, которые поддерживала интеллигенция, к которой я отношу не только людей умственного труда, но вообще всех интеллигентных людей. И этот итог очень печален. И он не только в политической области печален, но он печален и в области экономики. Потому что у нас конец прошлого года, начало этого года охарактеризовалось двумя проблемами, которые показали, в общем, что существующая вертикаль в экономическом смысле – это практически ничто. Это проблемы, связанные с авиаперевозками и проблемы, связанные с энергоснабжением. Вот сейчас Валерия Новодорская фактически сказала, что диалог с властью, в том числе на законном уровне, бессмысленно невозможен. Получается так. Вы согласны с такой постановкой вопроса? Я считаю, что здесь вопрос, кому это утверждение адресовано. Если оно адресовано политикам и правозащитникам, то диалог нужно вести с обществом. И если будет сильная общественная поддержка, если будет не тысяча человек выходить на митинги, а если люди для меня-то, это основная, конечно, проблема, основной вопрос – это приход к власти на выборах. Если большинство нашего общества будет поддерживать тот путь, который оставивают либеральные политические партии, правозащитники, тогда и диалог с властью совершенно будет вестись иначе. Поэтому вот это главная проблема, а не в том, что произошло и случилось в канун Нового года. Я, кстати, скажу уважаемым радиослушателям, что «Яблоко» выпустило заявление в поддержку тех людей, которые были задержаны и потребовало их освобождения. Поэтому позиция «Яблоко» здесь вот такая. А что касается вывода, который можно сделать, то вот в этот 2011 год, он у нас выборный, у нас в марте будут выборы в целом ряде регионов, у нас будут в конце года выборы в Государственную Думу, то работа политических сил, либеральных, она должна быть направлена на общество. А что касается акций, что касается акций, 31 статья Конституции, она вообще говорит очень просто. Без всяких уведомлений люди имеют право просто выходить и выражать свое мнение. И, кстати, сказать, я скажу уважаемым радиослушателям, что эта статья, она у нас относится к главе о правах и свободах человека. И там есть очень хорошая преамбула к этой главе, где сказано, что вот то, что перечислено в ней, действует прямо и непосредственно. И, соответственно, то, что здесь написано, должно определять не только букву законов, но и дух этих законов, и действие должно остаться. — Понятно. Михаил, вы хотели давать что-то? — Да, вы знаете, я, собственно, хотел бы согласиться с Алексеем Милниковым в плане того, что диалог, конечно, нужен, но каждый раз надо думать, о чем говорить с властью. И власть будет идти на диалог с тобой только в том случае, если за тобой какая-то сила. Когда 20 лет назад мы устраивали демонстрации в Москве, на которые выходили несколько сот тысяч человек, когда на одном из... — И в тех же Лужниках было тоже. — В тех же Лужниках, да. И когда на Манежную площадь один раз пришел миллион человек, власть подняла лапы кверху, и пошла... Действительно был диалог. Действительно нормальный диалог, и власть понимает только силу. Поэтому, конечно, можно отказаться от согласования, можно выходить на санкционированные акции, но мы снова схлопнемся, и это будет смелая, это будет небольшая группа смелых людей, которые будут выходить на площадь, как они выходили в 60-х годах. Но я боюсь, что вот этот путь, он приведет в тупик. То есть нужно, наоборот, нужно наращивать численность массовых акций. Надо добиваться того, чтобы в Москве вышло на улицу 50 тысяч человек сначала. Так же, как в Калининграде. — Но если они не выходят, значит, нет такой общественной поддержки. — Они не выходят по разным причинам. Они выходят не потому, что нет общественной поддержки, а потому что... По разным причинам. Кто-то боится, кто-то боится за свою работу, кто-то боится за свою жизнь. А люди отравлены той самой пропагандой, которая, по-моему, сейчас практически ничем не отличается от пропаганды советских времен. Ну, то есть причин очень много. Да, в том числе и вот то, что мы недорабатываем общественные организации, общественно-политические организации, партии «Яблоко» и «Солидарность». Здесь тоже наша вина. — Ничего на свете не возникает из ничего. Это хороший физический закон, он и для политики существует. Давайте проследим цепочку, потому что у нас на просторах нашей многострадальной России 31-го числа, тот еще Новый год, произошли не только эти события. У нас в Улан-Удэ взяты под стражу, тоже жертвуют 31-й статьи Конституции, члены «Солидарности», кстати, Татьяна Стецура и Надежда Низовкина. Две девочки, которые уже, по-моему, полтора года судятся, то есть не судятся, а расследуются на тему, почему они не любят милицию, ФСБ и армию. Могу сказать, что я их тоже терпеть не могу. Много раз предлагала подписать эти их листовки, но как-то не подействовало. Они именно за то и арестованы, что вышли в защиту 31-й статьи Конституции. Оказывается, этого нельзя, если против тебя ведется дело. Кстати, ноу-хау. Против каждого демократа заводится уголовное дело, и никто не имеет права больше участвовать в общественной деятельности, создавать пакты народной свободы, ходить на акции. Вот гениально. Силовиков у них хватит. Каждому следователю по пять дел на демократов. Алексей Монанников за лозунг «Путин лучше Гитлера», пронечивый, видимо, лозунг «Слишком он Путину польстил», тоже сидел на экспертизе стационарной. Может, есть человек в здравом уме и твердой памяти, не любить Путина, а также не любить местного судью, местного суда. Но там врачи оказались умнее. Они не захотели прослыть карательными психиатрами, там, последователями Лунца, Снежневского и Морозова. Вместо 30 дней назначенных они уложили 7 дней, признали его вменяемым и выгнали обратно домой. Голодовкой он добился этого, что все-таки бывший сенатор, кстати, у нас когда-то был, помните, Сенат, Совет Федерации избирался, там работали какие-то парламентские комиссии, вы уже не помните это время, да? Это так давно было? Один раз было. Да, когда Россия была федеративным государством, а не унитарным. Что случилось? Почему в конце этих десятилетий власть, которая делала вид там сквозь зубы, что она не такая, как Лукашенко, что она демократическая, почему она перестала вдруг играть в игры, и почему произошел такой обвал. И здесь такая интересная цепочка. Одновременно с выборами в Беларуси замечательное путинское общение с народом. Вот Борис Немцов, который здесь не может присутствовать, мне по этому поводу сказал, что вот у него дети, ему страшно, что ядерный чемоданчик находится в руках у человека, потерявшего всякие тормоза, маловменяемого, который может просто нажать на эту ядерную кнопку, и что желательно поскорее этот ядерный чемоданчик у Путина отобрать. А Виктор Шендерович, который хорошо знаком данному радио, у нас в New Times в последнем номере новогоднем, написал статью, которая начинается с двух слов. Он охренел. Это про Путина. Что мы увидели отморозка. Почему вдруг Путин с такой неслыханной злобой отозвался об интеллигенции с бородкой? Просто его трясло от ненависти. Почему вдруг он так испугался? Две секунды до перерыва. Новорожденной партии народной свободы, которая еще не успела создать региональные организации. Почему вдруг это произошло? А это произошло не случайно. Хорошо. Тогда почему это произошло, мы услышим от Валерии Новодворской через перерыв. После трех минут кратких новостей у нас в студии также Алексей Мельников и Михаил Шнейдер. Мы продолжим программу «Ищем выход». Телекомпания «РТВАЙ» и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход». И мы продолжаем программу «Ищем выход». У микрофона Ольга Бычкова «Выход» мы ищем вместе с Валерией Новодворской, членом бюро партии «Яблоко» Алексеем Мельниковым и ответственным секретарем Федерального полицсовета солидарности Михаилом Шнейдером. Мы начали обсуждать, что происходило в новогоднюю ночь в Москве, что происходит сейчас, и пытаемся найти не столько выход, сколько объяснение, прежде всего, происходящему. Валерия Новодворская начала объяснять, почему вот вдруг все так резко закрутилось. А если только не лекции, Валерия Ильинична, а так более сжат. Хорошо, я очень сжат. Чтобы сразу было понятно, какие выводы. В своем эфире Путин ухитрился и приговор Ходорковскому зачитать, правда, такого срока, как 150 лет, просто нет в Уголовном кодексе, и интеллигенцию оскорбить, и, трясясь от ненависти буквально, выразить, по сути дела, свой крайний страх перед новорожденной партией «Народные свободы» и назвать даже мишени немцов, рыжков и милов. Почему? Одновременно другой обрыв. Лукашенко ведь хорошо играл с ОБСЕ. И кредиты были бы, и демократом притворялся, и 10 человек на выборы пустил. И вдруг кончается тоже всякая игра. Причина та же. Они знают свои рейтинги, настоящие, а не фальшивые. Они их замерили. У Лукашенко полетели тормоза и сдали нервы, когда выяснилось, что он выходит во второй тур. А для последнего диктатора Европы это очень унизительно. И сразу кончились все игры. Начались жуткие репрессии. То есть Беларусь баши. У Путина тоже, я думаю, рейтинг был замерен. И оказалось, что не то, что нет 70%. Может быть, там уже и 50% не осталось. И он представил себе эту картинку. А дальше пошли белорусские выборы. Последнему диктатору Евразии тоже зазорно идти на второй тур. И тоже сдали нервы. И в деле Ходорковского Путин показал себя крупным злодеем, а в деле Бориса Немцова мелким пакостником. Это месть, элементарная месть. Задержать на санкционированной акции. Дать 15 суток. Судью Боровкову, конечно, надо включить в этот список Магнитского. Но надо очень хорошо представлять себе, что война объявлена, претензий больше нет, что маски сброшены. И что Путин сейчас будет душить оппозицию уже не в бархатных перчатках, а просто совершенно откровенно брать за горло, не стесняясь, не взирая ни на какие приличия. Одновременно, одновременно все это случилось. Вот этот обрыв, этот обвал. И я боюсь, что это не последнее дело Ходорковского, судя по тому, что говорит Карина Москаленко. Там дело Пичугина. Они вспомнят сейчас через 7 лет, что было дело Пичугина. Путин же дал указание, что много раз он говорил, что руки у него в крови. У Ходорковского. То есть там есть намерение держать его пожизненно. Это страх. Это дикий страх. И здесь я не могу не согласиться с моим давним товарищем Михаилом Шнейдером, что их гипноз – это наш страх. Так, что когда 500 тысяч выйдет, никакой ОМОН не сможет справиться. Они разбежались от малолетних погромщиков. Конечно, надо идти на выборы. Надо регистрировать ОМОН. Надо сказать, что... Этот ОМОН приходил к нам в Нью-Таймс и жаловался, что они ожидали, что их сейчас сомнут. Они испугались безумно. У нас же исповедание там стоит в редакции. И они ходят жаловаться на жизнь. На мороз, на насморк, на то, что не накормили горячей пищей, там, тулупы не те. Водки не выдали. Они реально были испуганы. Они привыкли к ротким интеллигентам. Вот к Борису Немцову с Жанной, которые собирались вдвоем перекрыть Тверскую. И еще взять Кремль. Надо было остальных детей Борису Немцову захватить, решить эту проблему силами своей семьи. Да, надо регистрировать партию Народной Свободы, надо идти на выборы, но мы должны видеть этот сценарий. В Югославии, как вы помните, Милошевич слетел после того, как тоже не захотел проводить второй тур, но здесь на улицу вышли буквально все. Подожгли скупщину, взяли штурм в резиденцию Милошевича, сдали его в Гаагский трибунал. В Беларуси, вот то, что произошло, произошло именно потому, что не весь Минск вышел на улицу. Когда Москва, хотя бы для начала, и Петербург научатся выходить не во имя ЖКХ, как в Калининграде, а во имя Свободы, вот тогда у нас, за отказом нам во втором туре выборов или в регистрации там партии Народной Свободы, наступит кампания гражданского неповиновения. Алексей, вы согласны с тем, что ситуация меняется качественно? Вы знаете, я не смотрю на нулевые годы, если вернуться к заявленной теме нашей программы, как на какой-то разрыв с тем, что было в 90-е годы. Я считаю, что авторитарная система существовала у нас практически с самого начала, и мы можем говорить только о постепенном ужесточении политического режима. А по сути, основа этой системы, она была, существовала и есть сейчас. И сейчас мы просто наблюдаем то, что мы сейчас видим в политической сфере, просто дальнейшее ужесточение этой системы. Вот, собственно, и всё. И здесь дело даже, с моей точки зрения, не в том, как там Владимир Владимирович Путин, с каким выражением глаз он высказывался о Ходорковском и Лебедеве, о каких-то других политических фигурах, вопрос в системе, как она устроена, и что нужно сделать для того, чтобы её поменять. Конечно, никаких масс, требующих, чтобы им разрешили митинги, их просто не существует. Это надо просто реально понимать, и это, я думаю, что все здравомыслящие люди понимают. И никакие десятки, сотни тысяч людей не стоят за тем, что дайте нам право в соответствии с 31-й статьей Конституции выходить и отстаивать свои права. Это не существует. Вот я не понимаю этого. Здесь сидят люди, Шнейдер-Новодворская, люди опытные, которые проходили уже один раз через всё это кино. Так или иначе. Правильно я говорю? Ну, конечно, правильно. Почему тогда была одна история, а сейчас она какая-то совершенно другая? Почему вот эти вот массы, о которых говорит Алексей, они действительно не стоят ни на Манежной площади, значит, что нет просто... Ну, давайте просто признаем факт для начала, потому что это не всем очевидно. Потому что то, что Валерий Ильич на говорит, я вот при всём, как бы сказать, уважении к лозунгам свободы и так далее, не охвачены люди этим. Это очевидный факт. Ну, я отрецаю. И это, да, совершенно верно. И это, и это огромная проблема. Нет, мы же понимаем, что речь идёт не о призывах к свержению чего-нибудь. Речь идёт о том, что в обществе созревает некая идея, да, некое понимание необходимости перемена. Да, не обязательно, чтобы эти перемены происходили там каким-нибудь кошмарным, жестоким способом. Да, этого и просто не нужно. Но тем не менее, абсолютно... Вопрос и борьба. Борьба идёт в том числе за программу этих перемен, за то, каким образом демонтировать вот этот режим мирным способом. В любом случае, в обществе должно созреть понимание того, что нужно двигаться куда-то дальше. Совершенно верно. Нужно что-то ещё делать. Это происходило то же самое в конце 80-х, в начале 90-х годов. Но тогда была другая обстановка, и был другой запрос. Тогда была другая обстановка, и был другой запрос. А сейчас, помимо внутренних, чисто проблем, помимо того, что огромная масса людей разочарована, потому что они считают, что то, что было, так сказать, в 90-е годы, это и есть, пожалуйста, демократия. Вот она себя очень хорошо показала. И отсутствие массовой поддержки во многом вызвано именно этой причиной. И была ещё другая причина в конце 80-х годов. Это состояние мира. Тогда казалось, что Европа, Соединённые Штаты, они реально показывают модель, в соответствии с которой можно взять эти принципы, применить их здесь. Теперь в этом тоже есть разочарование. В этом есть очень серьёзное разочарование. В связи... Я не буду, так сказать, отрицать... Понятно, Ваша точка зрения. То, что пропаганда, как она работает, и как она всяческие проблемы, существующие в Европе, показывает и представляет. Есть и то, и другое. Мы понимаем. Да, совершенно верно. Но проблемы именно в этом. Да, яблоко у нас давно уже играет роль усомнившегося Макара, прямо по Платонову. И разочаровывается вместе с народом. Я очень хорошо помню, чего хотел народ в конце 80-х. Народ хотел и свободой, и кушать. Одновременные конституции, севрюжины с хреном. Он считал, что одно из другого вытекает. И что, как только прогонят коммунистов, немедленно колбаса посыплется с неба. Ему не приходило в голову, что нужно ещё и работать. Что у нас производительность труда одна треть от американской. И что капитализм – это очень долгий путь. Очень долгий. Мы отстали на несколько веков от этой самой Европы и Америки. И перейти через эту снежную пустыню за нас никто не перейдёт. Вкалывать надо. Очень долго. Слишком отстали. Когда народ выяснил всё это, он тут же разлюбил демократию, тут же разлюбил свободу. И возжаждал назад советское прошлое. А советское прошлое, они забыли, что там не кормят, что за колбасой ходят в гастроном, а не на площадь. И вот он с тех пор колеблется, колеблется вместе с линиями разных партий. Если бы с самого начала был сделан западный выбор, и люди стиснули зубы, как это было в Латвии, Эстонии, Литве, вот Эстония у нас, пока мы оплативали участь Бориса Немцова, Эстония в зону евро вступала. Крошечная страна с миллионом населения, где нет ни нефти, ни газа, никаких полезных ископаемых. А мы ещё и в портах отказали, после того, как они этого проклятого бронзового Алёшу справедливо стащили из пьедестала памятник окупалку. Не стащили они его из пьедестала, они его культурненько перенесли на другой мест. Они его с одного пьедестала, и видела то место, где он стоял, своими руками бы унесла. Поставили на военное кладбище, где ему и место. Но ведь за это были санкции, за это они лишились груза. Не уходим в сторону. Не уходим в сторону. Мне понятно. И если бы мы вкалывали так, как эстонцы, то мы бы не были бы голодные, босые, раздетые. Михаил, согласен с этим? Вы знаете что, я бы хотел бы всё-таки немножко чуть-чуть поговорить о том, вообще на какую передачу меня пригласили сюда. Ищем выход. Мы сейчас в очередной раз, по-моему, я не знаю, в сороковой или в сорок первый раз начинаем погружаться в историю 20-летней давности и смотреть, значит, чего мы достигли. Я бы хотел, чтобы мы поговорили о том, что можно сделать сейчас. Диагноз уже поставлен давно, что та самая пресловутая вертикаль, которую построил Путин, вот это общество путинизма, оно постепенно превращается действительно в авторитарную, в какую-то авторитарную конструкцию. Уже в авторитарную. Созданы искусственные организации. Вот посмотрите, что нас окружает. Нас окружают искусственные образования. Общественная палата. Это замена, фактически это «Эрзац гражданское общество». Значит, «Молодая гвардия Единой России» или «Наша». Это «Эрзац молодёжных организаций». Это власть строит вот такие вот искусственные вертикали, которые пронизывают наше общество. Уже мы становимся... Мы фактически находимся как в тюрьме. Вот эти прути, вот эти вертикали окружают нас со всех сторон. «Единая Россия» – это полный аналог КПСС. И так далее, и так далее. Само это общество, я не знаю, вот те архитекторы, которые придумывают для Путина и для руководителей нашей страны какие-то нестандартные, как им кажется, ходы, они одновременно... Они сами же пилят сук, на котором сидят. Потому что общество постепенно приходит к пониманию того, к чему пришло наше общество 20 лет назад. Мы поняли все, это было на уровне рядового человека, что корень всех бед – это шестая статья Конституции. Это руководящая и направляющая роль КПСС, которая была записана в основном законе, и против чего выходили те самые сотни тысяч людей на улице. Сейчас эти люди, сейчас мы и народ, и народ, и простые люди начинают понимать, что корень всех бед – это та система путинизма, и тот основатель этой системы – Владимир Владимирович Путин, премьер-министр, который является краеугольным камнем этой системы. И люди будут выходить, я уверен, на улицу для того, чтобы конституционным путем отстранить этих людей от власти. И, конечно, эти люди этого боятся. Конечно, они боятся, и то, что произошло 31 декабря, то, что произошло 27 декабря, 14 лет Ходорковскому и Лебедеву, то, что произошло в Уфе, когда людей, о которых говорила Валерия Лениншина, их обвиняют уже, по-моему, по 282 статье за экстремизм. Те люди, которые были заявителями акции 31 декабря. Вот все это в совокупности говорит о том, что уже даже ветви власти стали отмирать. То есть на этом дереве, на этой вертикали – это не живое дерево, а это просто свая, воткнутая в мерзлую землю. И с этой сваи начинают отваливаться ветви власти. Значит, вот загнила ветвь законодательная власть, которая действует, принимает ровно те решения, которые ей говорит исполнительная власть. Сейчас мы становимся свидетелями загнивания, отмирания и отпадания вот этой ветки судебной власти. Ведь то, что происходит, это страшная вещь. Я считаю, что нужно в ближайшее же время созвать широкий круглый стол юристов, правозащитников, политиков, я не знаю, пригласить туда яблоко. Чтобы что? Солидарность деятелей культуры, поговорить о том, что у нас происходит с судебной властью. Судебная власть деградирована. Судьи принимают решения совершенно фантастические. Они говорят о том, что вот те свидетели, которые свидетельствуют в пользу Немцова, значит, этим показаниям верить нельзя, а вот показаниям фантастических милиционеров, которые сами себе противоречат, им верить можно. А что было на процессе Ходорковского, когда сначала на первом процессе его обвинили в неуплате налогов, а на втором процессе обвинили в том, что вот оказывается он эту нефть украл. То есть он украл то, значит, как бы саму себя, да? Ну, то есть полнейший абсурд. Мы начинаем жить в государстве абсурда. Я думаю, что вот какой-то должен начаться разговор в гражданском обществе с участием тех сторон, о которых я сказал. Поговорить о том, что нужно сделать. Что? Неужели нам всем не стыдно, что происходит и как на нас смотрит весь мир? Ведь это же абсолютный стыд, что происходит в России. Люди удивляются. Я сейчас... Уже начали падать инвестиции. Уже они сократились в несколько раз. А что будет дальше? Какая, к чертовой матери, модернизация, о которой говорит наш президент? Сейчас никаких инвестиций не будет. Те самые известные специалисты, которых он пригласил в Сколк, они начнут отказываться от поездок. Я думаю, что это просто предвыборная кампания. Я просто хотел бы сказать, Валерия Ильинична, когда вы говорите о слове Запад, то есть разные модели, и политические, и социально-экономические на Западе, в том состоянии, в котором советское общество вышло из коммунизма. Алексей, подождите, мы уже проехали. А ведь это сохраняется, ведь абсолютно все то же самое. Когда бизнесу, крупному бизнесу, серьезно противостоят профсоюзы, как скажем, в Германии, во Франции, когда эти профсоюзы являются базой для политических партий, для соответствующих, тогда это одна конструкция. И тогда эта конструкция политическая, она устрачивается. Михаил Шнейдер сейчас сказал, что общество должно вообще переосмыслить фактически все институты, которые существуют, потому что они находятся, мягко говоря, в кризисном состоянии. Большинство общества, для большинства общества, по моему убеждению, эта проблема вообще не стоит. А то, что касается предложения, ну, при всем уважении, еще раз собрать тысяча первый круглый стол, где будет говориться и то, что и так понятно в отношении нашей судебной системы и всего прочего, я думаю, что это никаких результатов практических иметь не будет. Поэтому проблема заключается ровным образом в том, что есть небольшое гражданское общество и огромная масса людей, которые вообще на политику не смотрят, как на средства решения своих задач. И я думаю, Валерия Ильинична, что без решения вопросов, о которых вы говорите, вот так пренебрежительно, ЖКХ и прочих жизненных, важных для вот этих людей проблем и задач, если не будет либеральная оппозиция предлагать методы их решения, предлагать их на выборах и убеждать и работать с людьми над этим, ничего не получится. И достучаться, достучаться не получится. — Понятно, Ваша точка зрения, Валерия Ильинична. Сейчас, секунду, добавьте. — Вот, Алексей, ну, понимаете, вы отвергаете там в тысяча первый круглый стол, хотя на моей памяти я пока не могу припомнить вот такого мероприятия. Я тоже самое могу вам возразить по поводу выборов. Вы говорите, что вы, значит, либеральные партии должны предложить населению какие-то методы решения ЖКХ. Либеральные партии 10 лет предлагают эти методы. А, значит, любой из них, я уверен, был бы лучше, чем то, что происходит сейчас. — Но что... — Но что... — Интересно. — Нет, это мое личное мнение, что... — Демократия заключается в том, что надо людей убедить. Понимаете? А то, что предлагается что-то или кем-то предлагается, это совершенно другой вопрос. — Алексей, демократия заключается в том, чтобы в первую очередь дать людям право выбора. Вы им дали какую-то программу, а дальше люди приходят на выборы и выбирают одну или ту же... — Михаил, а можно вопрос? — Я еще не договорил. — Нет, этих людей кто должен правом этим наделять? Кто-то сверху, избравшийся Господь Бог, он должен дать этим людям право. — У них это право есть, они избиратели. — Значит... — Они сами его не должны забоевать? — Люди это право... — Не избиратели люди в нашей стране. Не избиратели. Это понятно. — За это надо бороться. — Люди это право завоевали в 1991 году, в августе. Завоевали право на выбор. Этого права лишил их... — Мы для них завоевали. — Лишил их... Да не мы завоевали, они сами завоевали. — Очень мало кто завоевал. — Так вот эти люди сейчас лишены этого права. И вы можете 20 тысяч раз говорить людям о том, что у вас гениальная у яблока программа, вы всем в каждый дом установите счетчик для подсчета расхода воды, что вы предлагали 10 лет назад. — Но будет все равно, как решит чиновник. — Значит, теперь эти счетчики устанавливает власть. Яблоко получает тот процент на выборах, который ему рисует власть. Значит, это путь, я считаю, такой же тупиковый, которым... — Какой тупиковый? Честные выборы, как в Европе, в Соединенных Штатах, или в Канаде? — Честные выборы. Для того, чтобы были честные выборы, нужно побудить людей быть наблюдателями на этих выборах. — У нас остается 30 секунд буквально. Последний вывод, последний вывод и вывод тоже. — Последний вывод заключается в следующем. Вот когда люди пойдут в массовом порядке контролировать выборы и увидят в политике средства решения своих насущных задач, тогда можно говорить, что мы сделаем шаг серьезный на пути к демократии. — Понятно. Михаил. — Мой вывод такой, нужен общественный суд над тем режимом, который сейчас существует в нашей стране, в Российской Федерации. Нужен общественный суд над путинизмом. И я буду делать все... — Общественный, чтобы что? — Общественный суд над путинизмом, над режимом. Нужно, чтобы показать, чтобы люди, чтобы общество наконец-то поняло, в каком обществе оно живет. — Понятно. — И сделала определенные выводы для себя. — Валерий Ильич, трескули. — Мы должны четко сказать, наконец, как лозунг, что долой чекистскую хунту, свобода, собственность, законность, капитализм, продолжение гайдаровских реформ. Именно в этом убеждать народ. Потому что пока народ этого не захочет, он под этими знаменами на улицу не пойдет, а пойдет под красными. И будет еще хуже. Вот когда мы убедим в этом народ, сами, будучи достойными вот этих слоганов, без всяких заигрываний с властью, тогда это и случится. Или на выборах, если они не хотят отстрояться на выборах, ну, значит, будет кампания гражданского неповиновения. Пока власть делает все, чтобы обеспечить стране новый октябрьский переворот. А можно я закончу цитатой из его любимого кинорежиссера японского Акира Курасавы? Курасава сказал однажды, человек должен бороться, чтобы жила надежда в этом безнадежном мире. Спасибо большое, Михаил Шнейдер, ответственный секретарь Федерального полиции «Солидарность», Алексей Мельников, член бюро партии «Яблоко» и публицист Валерий Новодворская были сегодня в программе «Ищем выход». Спасибо вам.